Привет и добро пожаловать на канал Информ ТВ. За время существования польского кинематографа актриса Пола Ракса считается одной из самых красивых. Зрители влюблялись в нее сразу и надолго. Огромную популярность артистки принес сериал «Четыре танкиста и собака», где она сыграла Марусю огонек. Но на пике славы Пола оставила карьеру и посвятила жизнь совсем другому делу. О профессии актрисы Ракса никогда не мечтала. Просто однажды в кафе красивая блондинка, которая училась в университете на филолога, понравилась фотокорреспонденту. На обложке популярного издания появилось ее фото. Оно и привлекло внимание режиссера Марии Каневской. Полу пригласили на пробы в картину «Сатана из седьмого класса». А после премьеры на нее буквально посыпались новые предложения. В красавицу, конечно же, влюблялись многие мужчины. Во время съемок советско-польской мелодрамы «Зося» поговаривали, что у Ракса роман с партнером Юрием Каморным. Даже если эти отношения и имели место, то быстро закончились. А вскоре она выскочила замуж за режиссера Анджея Костенко. В браке родила единственного сына Мартина. Анджей был ужасно ревнив, в то время как сам верностью не отличался. Своими подозрениями он доводил жену до отчаяния. Запрещал ей играть в театре и кино любовные сцены. Через шесть лет супруги развелись. Пола не выдержала. Потом в ее жизни появился молодой актер Богуслав Линда, но он часто конфликтовал с сыном Раксы и никак не желал ограничивать свою свободу. Богуслав вел разгульный образ жизни. Частенько его видели в обществе других женщин. Пола 11 лет терпела такое несерьезное отношение к себе и в итоге рассталась с ним. В 1993 году Ракса снялась в последней своей картине «Похищение Агаты», после чего навсегда ушла из кинематографа и занялась модой. В популярном издании «Республика» она вела модную колонку, отучилась на дизайнера и разрабатывала костюмы для театральных спектаклей и коллекции одежды. Артистка променяла суетливую Варшаву на тихий городок Калушин. Живет в старом доме, окруженном пышной растительностью и чудесным лесным ароматом. Образ жизни она ведет очень закрытый, интервью не дает. Круг ее общения – соседи и местные жители, которых она встречает, выходя из дома за продуктами. Отношения Пола с сыном нельзя назвать теплыми. В нем до сих пор остались обиды из детства, когда маминого внимания не хватало из-за ее работы и поклонников. Ракса признается, что это была самая большая ошибка в ее жизни, исправить которую у нее уже не получается. Пожелаем замечательной актрисе здоровья и чтобы все-таки отношения с сыном наладились. Если вы помните замечательный фильм «Четыре танкиста и собака», ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!